Итак, сегодня я расскажу, как создать карту для блока мониторинга BOSS в программе C-Web. Итак, начнем с самого начала. Первое, что нам нужно, это зайти в сам BOSS. Смотрим, что карты у нас пока нету. Приступаем к ее созданию. Для этого заходим в меню конфигурация, системные страницы, настройка и нажимаем кнопочку Export Site Configuration. Вот у нас скачалась конфигурация сайта. Берем этот файлик. С ним мы будем работать. Для начала создаем папку проекта. Допустим, назовем ее Map. Внутри папки создаем еще одну. Для примера Output. Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам надо взять нашу точку конфигурации, извлечь ее из архива. Вот она у нас появилась. Копируем ее в папочку Map, которую мы только что создали. После этого мы запускаем консоль C-Web. И создаем новый проект. Нажимаем Add Project. Пишем название. И указываем путь к той папочке, которую мы создали и куда мы поместили конфигурационный файл. Вот эта папочка Map. Выбор папки. Ок. Да. После этого мы нажимаем кнопочку Start сервера. Все. Проект запустился. Нажимаем кнопочку Builder. Здесь мы нажимаем кнопочку Advance. Ставим галочку General Settings. Вот в этом поле мы выбираем, где находится наш конфигурационный файл. Соответственно, он у нас находится в папочке Map, куда мы его и скопировали. Выбрали его. Теперь мы выбираем, куда будут записываться файлы созданного проекта. Выбираем папочку Output. И здесь выбираем тоже папку Output. Ок. Выбрали. Нажимаем ОК. У нас открылась сама программа C-Web. Что мы делаем дальше? Мы нажимаем на сервер. Нажимаем на сервер 1. Здесь мы нажимаем ОК. Нажимаем правой кнопки мышки на надпись Server 1. И нажимаем на первую запись. Acquery Data Points. Считать точку конфигурации. Нажали. Программа нам считала конфигурацию босса, которую мы выгрузили. Дальше мы можем с ней работать. Нажимаем ОК. Нажимаем на дисплей. Нажимаем на Main Display. И у нас открывается меню, где мы можем создавать саму карту. Для примера берем какое-нибудь изображение, которое мы подготовили для карты. Вставили его. Дальше у нас здесь идет выбор разных переменных, разных возможностей визуализации, статусов, датчиков. Допустим, статус света, статус оттайки. И начинаем создавать это на карте, как нам надо. То есть размещаем, куда мы хотим. Дальше мы нажимаем, когда выбрали объект, нажимаем кнопочку параметры, разворачивается. Нажимаем, где написано Base. Нажимаем три точечки. И у нас открывается список тех контроллеров, которые у нас установлены в боссе, которые мы выгрузили через файл конфигурации. Мы можем выбрать требуемый контроллер. Мы можем выбрать тип переменной, который мы хотим. И, соответственно, присвоить объекту, который мы хотим поместить на карту. Соответственно, присвоили. Все ОК. Соответственно, этот элемент у нас с вами запрограммирован. Соответственно, мы выбираем, какие нам требуются для текущего решения задачи кнопки, какие нам требуются специальные бары и так далее. Это уже, что называется, под проект. Кому что надо, тот выбирает те диаграммы, те кнопочки, то оборудование из библиотек C-Web, которые им требуются. После того, как мы вытащили все требуемые нам переменные кнопки, сконфигурировали карту, мы нажимаем на кнопочку «Сохранить». Сохранили. После этого мы нажимаем опять на надпись «Сервер 1» правой кнопки мыши и нажимаем вот эту кнопочку «Дистрибьют». У нас карта экспортировалась. Где же она у нас лежит? Она у нас лежит в нашей папочке «Мэп». Если мы зайдем в папку «Аутпут», мы увидим то, что у нас создалась карта. Что мы дальше делаем? Мы выделяем все эти файлы и добавляем их в архив. Архив нужно создать в формате zip. И, допустим, мы создали карту. Назовем ее «Карта Босс». Окей. Вот у нас появился этот файлик «Карта Босс». Что мы делаем дальше? Дальше мы возвращаемся в «Босс». И нам требуется выбрать «Импортировать карту». Нажимаем «Выбрать». Она у нас лежит. Сейчас посмотрим, где она у нас лежит. Вот здесь она у нас лежит. Переходим в папочку, где у нас лежит карта, которую мы заархивировали. И просто ее выбираем. И нажимаем кнопочку «Выполнить». Вы действительно хотите импортировать? Да, хотим. Все. Карта успешно импортировалась. После этого мы заходим в меню, заходим в объект, заходим в карта. И вот наша чудесная карта нас встречает. Соответственно, на живой работающей системе, это демо-версия Босса, вы будете видеть те значения, которые вы вывели и сохранили в карте. Собственно, вся процедура. Вот.